Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про русский бал дебютантов, который обычно проходил в Лондоне в ноябре месяце. Впервые русский бал дебютантов в Лондоне проходил в Royal Albert Hall в 2013 году. На него я не попала и о нем я узнала уже после того, как он прошел в новостях. Но, тем не менее, я отметила себе это событие в моем ежедневнике в плане на будущий год и запросила аккредитацию в 2014 году. И, как это ни странно, получила ее. Тогда я работала еще в агентстве Демотикс и бал проходил уже в другом месте, в здании Old Billings Gate, который находится на набережной реки Темзы, недалеко от Аварского моста. Ну что, я поехала туда снимать. Естественно, были некие условия. То есть я должна была приехать в полной экипировке Золушки. То есть там был дресс-код даже для журналистов. В длинном платье, там, с какими-то украшениями. В общем, подстраиваться под гостей. И я купила себе вот это вот платье, в котором впоследствии ездила на все балы. Даже тут, в Петербурге, тоже пошла на венский бал, на который мне тоже дали аккредитацию в 2019 году, когда я уже вернулась из Лондона. Ну, про венский бал я расскажу как-нибудь отдельно. Это платье из дорогих, но я купила его в Reduce, в Tiki Maxi. Про Tiki Maxi я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. Там можно купить очень дорогую вещь за буквально копейки. И вот оно мне до сих пор служит моим аутфитом для таких вот торжественных событий. Перчатки я приобрела, по-моему, на ebay фунта за два. Ну и какие-то украшения, у меня всегда их полно, поэтому что-то надела. Ну, естественно, ни золото, ни бриллианты, бижутерия. Ну, тем не менее, меня это никак не смущает. В принципе, все блестит и все сверкает. И это не основное, для чего я пошла на этот бал. Я пошла туда фотографировать и снимать на видео для новостей. После того, как я опубликовала свои фотографии, где-то проскользнула в Фейсбуке одна из моих фотографий, меня увидела девушка, дебютантка, которая принимала участие в этом бале и попросила какие-то фотографии, где она себя нашла, выслать ей. Я за это попросила у нее взять интервью, и она мне его дала по предварительной договоренности, что я опубликую его в газете «Англия». В Англии есть такая русскоязычная газета, где описываются все события, что происходит в Лондоне и во всем Соединенном Королевстве, куда я предварительно договорилась. Мне дала контакты моя подруга Настя, которая меня в журналисты, в принципе, и вывела в люди, так скажем. Она работала в этой газете раньше и сказала, предложи в газету «Англия», может быть, они возьмут твое интервью, и они его взяли. О том, как стать дебютантом, как надо себя вести, какие языки знать и что уметь танцевать, я, наверное, может быть, расскажу попозже в другом каком-нибудь ролике. Все это есть в моем интервью с этой дебютанткой. Я расскажу об этом когда-нибудь отдельно. Сегодня же вот про то, как я работала на русском балу в Лондоне. Следующий бал в 2015 году проходил уже на улице Парк Лейн в отеле «Гросвеннер». Туда я тоже уже приготовленная пришла с двумя камерами, снимала все, что могла снять, потому что на тот момент у меня уже было французское агентство, которое хорошо продавало мои видео. И в основном упор я уже делала на видеоконтент и снимала также ролик для своего канала «Лондайланд», о котором я вам уже рассказывала. Это мой личный канал, где я также публиковала свои ролики, и который сейчас, в принципе, неплохо работает на англоязычную аудиторию. Что происходит на балу? Гости приезжают в шикарных нарядах, покупают дорогущие билеты. Я не помню там какие цифры, но от 500 где-то и выше. Я, естественно, хожу туда бесплатно по аккредитации. Приезжают какие-то званые гости. Например, был британский адмирал и принцесса Кенская, которая, кстати, презентовала свои книги в отдельной аудитории перед открытием бала. И я пыталась туда попасть на презентацию, чтобы что-то пофотографировать для новостей, поснимать на видео, ну и также выставить это всё на продажу. Но меня не пускали, сказали, это только по предварительной записи, там что-то такое. И в итоге мне сказали обратиться к организатору этой презентации. Я всё ходила за ней, она говорит, вы кто, почему, как, да что? Ну, естественно, она своими делами там занималась. Я ещё маячила у неё на горизонте, отвлекала её. И она, видимо, не нашла того человека, который, девушку, которой должны были презентовать какие-то книги, специально такой, ну, как бы подставной человек, первому которому автор подписывает книги. И она говорит, ладно, пошлите со мной, будете получать книги. Я такая, да вы что, зачем мне? Нет, пошлите, вот вставайте. И, в общем, она меня первую протолкнула к этой герцогине Кенской, которая сидела, подписывала книги. Я её в этот момент фотографировала, и она для меня же подписывала эти книги. В итоге я получила вот эти вот две книги, которые она презентовала. Одна называется «Квиксильва», какой-то бестселлер о королеве четырёх королевств. Я, если честно, ещё пока не читала. Она на английском языке. И «Коронована на чужбине» о принцессах, которые были коронованы в Великобритании. И в основном про некоторых русских цариц. Но я тоже только начала читать, если честно, ещё пока не читала. Ну вот, это герцогиня, она подписывала мне книжки. Вот так вот с её подписью есть у меня три таких книжки. Вот она подписала. И кто-то ещё в этот момент меня сфотографировал с ней, и потом я нашла эти фотографии где-то в интернете, и вот вам показываю. Потом все прошли в зал, сели за столики и стали ужинать. Бал всегда открывают дебютанты. Это 60 пар молодых парней и девушек. Девушки в основном приезжают из России. А парни иногда из России, иногда. Вот в последний балл были кадеты из Великобритании. Они торжественным полонезом открывают, танцуют перед гостями. Потом идёт вальс. И потом уже гости начинают присоединяться к различным танцам. Таким вот классическим. Они все должны уметь танцевать. Вальс, полонез, кадриль, whatever. Всё, что происходит на балу, ты, в принципе, предварительно должен научиться танцевать. Мне же очень нравилось снимать гостей, как они танцуют. А особенно классный танец кадриль, который напоминает нашу детскую игру «Ручеёк». То есть пары идут вместе, держа руки так, что создаётся такая арочка, и через неё проходят другие пары. И так вот они друг за другом бегут через эту арочку и снова встают сзади, создавая этот ручеёк. Очень интересно. Но, к сожалению, снять, как это красиво выглядит воочию, у меня не получилось. И я ни у кого не видела фотографии, чтобы это было видно, красиво и интересно. Ну, какие-то моменты всё-таки нельзя ухватить, и даже на видео не так красиво это смотрится, как вживую. Так что хоть раз побывать на балу. Всем рекомендую, чтобы посмотреть, как это вообще всё выглядит. На балу всегда присутствует живая музыка, играют несколько оркестров. Также приезжают знаменитости, развлекают гостей либо танцами, либо балетом, либо оперные какие-то певцы, либо инструментальное исполнение. В общем, за все годы были и гармонисты, и наш русский балет. Например, Евгения Образцова, моя любимая балерина, приезжала. И вот как она танцевала, я вам показываю. Конечно же, бал не идёт сам по себе. Им руководит хореограф и бессменный танцмейстер Леонид Плетнёв со своей супругой Верой Плетнёвой. Я их тоже так издалека поснимала, как они танцуют. Очень красивая и интересная пара. И ещё Леонид и Вера Плетнёвы учат гостей, как правильно танцевать тот или иной танец. Вот как это выглядит, посмотрите. Верой Плетнёвы учат гостей. 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 И они, естественно, подготавливают всех дебютантов, выстраивают композиции именно вот этих, особенно первых двух знаменитых танцев, которые открывают, собственно, бал. И как раз именно эти фотографии всегда уходят, как горячие пирожки, во все британские газеты. В 2016 году я пригласила свою хозяйку из семьи, где я выгуливала собак, она тоже писатель и продюсер фильмов, приехать на бал, договорилась с организаторами, что ей дали два пригласительных билета. Ну и думала, может быть, как-то вот так вот я благодарю эту семью, потому что мне эта семья очень нравилась, и решила пригласить на русский бал. Но, к сожалению, она отказалась. Тогда уже были не очень хорошие отношения России с Англией, но она, наверное, побоялась, что подпортит себе репутацию этим событием. Хотя герцогиня Кенская, допустим, не побоялась прийти на русский бал. Ну, ладно, суть не в этом. Просто она сослалась на то, что у нее болит голова. Но она сказала, что готова презентовать такую подарочную книгу под названием «Виктория», сериал которого она продюсировала, для аукциона. Там в середине балу проходит аукцион, где люди покупают какие-то дорогие вещи, то ли бриллианты, то ли какие-то книги, картины. Что угодно могут выставить на аукцион, и люди поднимают свои лоты и покупают какие-то предметы, которые стоят очень дорого. И все эти деньги идут на благотворительность то ли детям, то ли еще куда-то. Ну, там объявляют каждый год по-разному, объявляют, куда пойдут эти деньги. И вот так вот она презентовала эту книгу, я отвезла ее организаторам, и, наверное, она ушла с молотка. Я уже не дождалась тогда аукциона. Бал идет чуть ли не до трех часов ночи. А мне же еще надо закачать все эти фотографии в интернет, описать их, опубликовать, чтобы уже в прессе наутро были эти фотографии, чтобы они уже могли опубликовать. Мне удалось фотографировать такой снимок, который пошел в гассету The Times. Да-да, я печаталась в The Times. Могу это сказать с полной уверенностью. Вот так вот выглядела эта фотография, и я получила за нее небольшие деньги, там, фунтов 20-30. Но, тем не менее, печататься в The Times это дорогого стоит. Меня еще опубликовали в The Daily Mail, еще в каких-то источниках. Ну, это то, что я нашла. Ну, и помимо этого, одну из своих фотографий увидела принцесса Ольга Романова, которая живет сейчас в Англии, и попросила меня подарить ей эту фотографию для того, чтобы она напечатала ее в своей книге, которую она там тоже презентовала в 2017, по-моему, году. Я согласилась с одним условием, что там будет стоять мое имя. И она, в принципе, согласилась. И так вот на книге, где идет слово от автора, идет моя фотография, написана Анастасия Мищенко, и она там рассказывает, о чем книга и почему она очень интересная. На презентации ее книги я тоже была, но там, как бы, кроме «Черной икры» мне ничего не запомнилось. Там просто была, как бы, своя тусовка. Но об этом как-нибудь в другой раз. А пока смотрите, как выглядит русский бал в Лондоне. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, произошли такие события в Англии со Скрипалями и началось Покатилось всё это в тартарары В общем, русских девушек не пустили в Лондон И дебютантов не оказалось в Лондоне Там какие-то произошли уже проблемы с визами этих девушек Ну, конечно, до сих пор всё было нормально А вот именно после Скрипалей всё это распалось, развалилось И до сих пор русский бал в Лондоне пока не проходит Ну и уж тем более, что говорить сейчас про наше пандемийное время К сожалению, все мероприятия в Лондоне отменились Второй локдаун, все сидят дома Ну, будем надеяться, что когда-нибудь наша жизнь восстановится Мы вернёмся к тому красивому образу жизни, к которому мы уже привыкли И тогда, может быть, я снова поеду в Лондон И буду снимать русский бал дебютантов Потому что контакты у меня остались И, в принципе, у меня сложились очень хорошие и душевные отношения С организаторами этого мероприятия Которые, кстати, англичане Вот, пока что на этом всё Что я хотела рассказать про русский бал в Лондоне Не прощаюсь с вами Говорю до свидания До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok